Эй, чё закипишь? Тебе надо запарафинить свой лыжеборд! А зачем парафин улучшает скорость? Серьёзно? Ага. А чё бы тогда всё целиком не делать из парафина? Хммм. Скользяк выше ли сноуборда, сделанный из петекса. Или сверхвысокомолекулярного полиэтилена. А? Просто петекс. Ага. Петекс очень похож на тефлон, который мы используем для смазки цепей или в антипригарном покрытии сковородок. У него очень низкий коэффициент трения, и ничего к нему не прилипает. Но в сравнении с тефлоном, петекс имеет громоздкую сложную молекулярную структуру, которая его делает более прочным и пористым. А? Сильный, но с дырками. Ага. И она очень скользкая, так что отлично скользит по снегу. Итак, если петекс такой крутой, зачем же нам парафин? Парафин улучшает скорость! Правильно. Ну, почти. Хмм. Петекс очень прочный, но не неразрушенный. Если ездить достаточно долго, он протрется, после чего будете кататься уже на сердечнике своей доски. О, нет! Да, печалька. Другая особенность – это поры, как у губки. И как и губка, он может впитывать. Нужно только немного нагреть. Когда вы накапали и растираете парафин с утюгом по доске, вы открываете поры. То же самое происходит с кожей во время горячего душа. Я не моюсь! А надо было. Итак, во время того, как вы водите утюгом по доске, поры открываются и всасывают парафин. Когда доска остывает, поры захватывают и удерживают парафин внутри скользяка. И это делает доску быстрее! Ну, типа того. А теперь давайте разберем функции парафина. Во-первых, парафин – это защита для скользяка. Парафин – это личный телохранитель, который бережет парня за своей спиной. Парафин мягче, чем Петекс. Когда динки и камни нападают на доску, парафин принимает удар на себя. Другая функция парафина – Ладно, теперь говори. Парафин улучшает скорость! Правильно, но не совсем так, как ты думаешь. Повторюсь, у Петекса низкий коэффициент трения. Он скользкий, даже чересчур. Если вы едете по склону на голых лыжах, кристаллики снега скоблят вашу доску, как наждачка, и постепенно замедляют вас. Вам надо избавиться от этих кристалликов. И вот для чего нужен парафин. У парафина выше коэффициент трения, чем у Петекса. А это не замедлит доску! Нет, вспомните, когда вы трете руки, они согреваются. Когда парафин трется от снег, он тает, создавая тончайший слой воды под доской. Это позволяет скользяку не касаться снега. Как только вы проехали, вода тут же замерзает, поэтому вы этого не видите. Избыток парафина тоже плохо, поэтому вы удаляете его скрипком. Больше парафина равно больше трения, которое вас замедляет. И это приводит к последнему вопросу, для чего есть парафины с разными температурными режимами. Для чего есть парафины с разными температурными режимами? Не повторяй! Твердый парафин для низких температур наиболее прочный и очень хорош для жесткого снега. Он не сотрется за один запуск. Парафин для высоких температур более мягкий и хрупкий. Он легко сотрется ледяным снегом, но при этом хорошо отталкивает воду и поэтому так хорош на мокром и липком снегу. Он не даст прилипнуть снегу к скользяку. Твердый парафин хуже отталкивает воду. В общем, для лучшего результата каждый раз надо подбирать парафин под условиями. Или ждать, пока похолодает. Ох, як, макалюк! Если не хотите запариваться, используйте всепогодный парафин, который неплохо работает почти во всем диапазоне температур. И вот так, ребята, это работает. Продолжение следует...